Полудни усаживаемся. После этого доворачиваем на старт. Убедились, что нас несет по ветру. Рыжим всех обезврежем. Тысячу долларов зажали, да? Да. Мы уже приблизительно знаем, где мы приземлились. Готовимся к приземлению. Взгляд в горизонт. Положили ее. Идем к вершине. Вершина это там, где находится цветной маленький стабилизирующий парашютик. Берем за вершину и вытягиваем на всю длину. Там в поле места много. Но опять же, если вы приземлились на взлетно-посадочную полосу. А ее вы увидите. Она отмаркирована флажками. Крова выкашена. То просто после приземления все крепки в охапку и ушли с этой полосы. Там уже все снимаете, расстываете. Как называется. Мы ее называем бесконечной петлей. То есть, как ее сделать. Делаете один оборот. Один оборот получается, грубо говоря, такой бублик. И все время в середину этого бублика втягиваете очередной пучок. Получается опять бублик. И вот так вот все время втягиваем. Ранец потихонечку начинает ехать к вам. И вот с этой три сайта, как сам был включен прибор. Готовится к приземлению. Хорошо. Все. Переверемся. Вот этот вот легкий прибор. Не запасный? Нет. Сам прибор так работает. Ничего, сейчас. Он готов. 121, 122, 123. Выдернули кольцо. 524, 525, 526. Смотрим, а купола нет. Большого, белого, про который вам рассказывали, купола нет. Свистите. Шлем на голове надувается, когда вы вниз смотрите. На голове максимум стабилизация, да? В общем, скорость не пропала никуда. Шлем на голове надувается, в ушах шумит. Страшно. Находим взглядом кольцо. Хватаемся всей рукой. Всеми пальцами жесткими. Выворачиваем его из кольца. Соответственно, что происходит? Вы подтягиваете к себе эти шлопы. Купол выворачивается. Возвращаем рукой. После этого все действия так и так можно снять. Все с себя снимается. Видишь? А все отморывается. Сморывается. Вот такой вот момент. Ну, теперь остается самая интересная часть. Это отработка, приземление с этого вот трампличка. Есть подвесную систему. Если вы удобно сидите в подвесной системе, уже ваши бедра будут вместе, коленочки вместе. На высоте 300 метров, когда сработал страхующий прибор, начинаем готовиться к приземлению. То есть беремся за передние свободные концы. Коленочки уже вместе. Соединяем ступни ног. И слегка ножки выносим вперед. То есть у вас будет вот такое положение. Здесь у вас плотно все. Коленочки плотно. Руки на передних свободных концах. Когда земля побежала на вас, это примерно высота будет 20 метров 15. Взгляд поднять. Ни в коем случае не смотреть вниз. Приземление получается у вас как бы слепой. По наике. То есть вы чувствуете, что вот сейчас коснетесь. Поэтому ваша задача не пытаться одной ногой там чего-то нащупать вперед. Как вы ноги вместе держите. Так до самого касания с землей. Должно быть одно касание. Один удар. Почему? Вы уже знали. Начнете ногами двигать. Обязательно будет касание на одну. Вот видите. Это неважно. По отпечатку видно, что ноги не развел человек. Вот он. Единый круг. Точка касания. Вот видите. Очень. Лучше будет, когда все-таки ваши ноги будут прям чувствовать. То есть в ступне чувствуют друг друга. Потому что если чуть-чуть в сторону, а вдруг там какой-нибудь камень будет. Булыжник. То есть стопа должна чувствовать другую стопу. От этого создается жесткость. И амплитуда будет очень ограниченной. стопа. Чтобы не сломать. И на стоп. Ну в принципе неплохо. Но и на стоп, что приземление в поле было менее страшное, чем вот здесь в ступне. Более мягкое. Здесь мы не ставим цель вас загонять. Здесь мы ставим цель отработать правильность. Значит приземление на носочке оно тоже не к чему. На полную длину. На всю ступню. Потому что здесь весь, вся нагрузка хорошо, девушка легкая. А если к ней было килограмм 80, то приземление на носочки тоже чревато травматизмом. Хорошо. Ну хотя немножко тоже видите, продавленные носки. То есть стараться на полную ступню. Также не нужно приземляться и на пяточки. Отобьете пятку. Вот на всю поверхность. Старайтесь равномерно распределить нагрузку по всей поверхности стопы. Вот. Идеально. Видите? Хорошо. Все ровно. То есть убедились. Со стороны где нет кольца. Начинаем расстегивать запасный парашют. Отстегнули, отвели в сторону. Все, оно больше не мешает. Не надо сразу расстегивать ножные обхваты. Сначала плавно расстегиваем грудную перемычку. Взяли, расстегнули и плавно развели. Подвесная система будет висеть на деревьях. То есть в конце будет расходиться. Если вы резко отпустите, вас может выбросить оттуда. И вы будете дожидаться помощи, как пролетим. Ногами вверху. Плавно развели. Далее, не все равно за парашютом точно под руки идете. И вам помогут спуститься. Если будете висеть высоко, то что делать? Вы вызовут МЧС. По лестнице вас откуда эвакуируют. Итак. Частичный отказ. Придерживаем клапан рукой. Находим взгляд на кольцо. Выворачиваем, выдергиваем, выбрасываем. Хватаем ткань. Бросаем перед собой. Если с вращением, то бросаем в сторону вращения. Если отказ полный, скоростной. Находим взглядом кольцо. Уворачиваем из кармана. Выдергиваем, выбрасываем. Убираем руки, голову, ноги назад. Чтобы не попало в строку. Занимаем. Первые трое. Командный для всех. Пошел. 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 А попало нет. Вообще никакого. Перепыхаетесь. Не спешите. Пошел смешанным. Шаг свистит. Не надо держать клапан. Если над головой вообще ничего нет. Клапан для жрать не надо. Выдергиваем. Увольтим руки, ноги назад. Пытаемся не зацепить строку. При частичном отказе. Увольтим руки. Как раз придерживаем столбана. Это полный окрас. Сыгратка скоростной. Ничего. Не надо придерживать. Выдергиваем. Довольно еще по нему. Увольтим руки. Увольтим руки на него. Прилететь вряд ли у вас получится. Вы пытались идти назад. Не получается. Готовимся к приземлению на деревьях. Локти прижимаем к себе. Вверх и вверх и вверх и вверх. Полный прижимаем. Сжимаем. В подворотах прижимаем к груди. Чтобы не было у вас какого-то. В свободные концы можно еще раз вести вместе. Если я не мешаю, то есть можно прижать. Дорогами встречаем дерево. Рукой, ножки согнули от себя. Выдернули. Выбросили. Все. А остальное в воздушной плотовой сделаю сам. В воздушной плотовой и ваш покажу. Молодцы. Хорошо. Главное в этом случае это не попадать в панику. Человек паникует, мозг ему перестает соображать. И он, соответственно, ничего не может сделать. Здесь, наоборот, у вас заодно проснулся число, самосохранение. И можно громко что-нибудь крикнуть матерное слово в воду. Это немножко вас из супора вылетит. И все. И вспомнить, что мы учили, надо спасаться. То есть, если одно, это запасная парашюта. То есть, тут не 20. Если, дай, нужно выбрать правильно. Нет. Одно. Это запасная. Выдернули. Давайте еще разок. И до 100. По команде выпускающего. Пошел. Нет купола. Ваши действия. Вещи. 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 Все. Молодцы. За 3 секунды вы пролетите где-то 70 метров за первые 3 секунды. Пока думаете дальше, пролетите еще летом метров 150. То есть, примерно, у вас остается 15 секунд в деньг. Вот за эти 15 секунд нужно 5 секунд забросить на минимальную высоту открытия запасного парашюта. 10 секунд. За эти 10 секунд вы должны принять решение и спросить. Следующая категория отказов. Это частичные отказы основного парашюта. Что мы наносим? Части 2. Первый момент. Второй. Орыв строп. Строп всего 28. Две стропы, если оторвутся, это ничего страшного. Геометрия купола не нарушится. Точнее, нарушится, но не критично. И третий момент. Это перехлёст через вершину купола одной или несколькими стропами. Получается вот такая вот картинка. То есть, ваш купол не ровные круглые, а такой, как цветочек. Здесь такой красивый. Ну, красивый и не в том плане. Все эти моменты, они изменяют площадь купола и, соответственно, увеличивают вертикальную скорость. Составные будут красиво смотреться, да? Но скорость ваша будет площадь высокая. Хорошо, если бы он. 121, 122, 152, 152, 154, 152, 155. Купол. Отсмотрели купол. Большая дыра в куполе. То есть, частичный отказ. Находим взглядом кольцо на запасном парашюте. Берём его правой рукой, левой плотно прижимаем клапана. Выдёргаем кольцо, выбрасываем. Ну, можно чуть-чуть подопустить, чтобы резиночки, да, чтобы клапана раздвижались. Вот, всё, видите? Просто свернулся. Берём его двумя руками и отбрасываем вверх от себя. Воздушный поток начинает, вот, купол у нас наполняется, он отходит от вас, начинают выходить стропы из резиновых соков. Чтобы ускорить процесс, можно рукой, что делать? По ободе, быстрее стропам выйти. Вот, вот, вот. Всё, стропы выходят, и вы уже находитесь под запасным парашютом. Вот, собственно говоря, все ваши места. То есть, в принципе, ничего такого необычного и сложного нет. Главное, это не терять самообладание, когда у вас какая-то проблема. В основном человек начинает что-то там думать, да, вдруг обойдётся. Не надо делать так, но вдруг обойдётся. Вы лучше откроете запасной парашют, даже если нет необходимости. Яблоко. Я. Отставить. Стебельков. Я. Боковой. Я. Трифонов. Я. Родин. Я. Аршин. Я. Дитрусов. Я. Соколов. Я. Ямки. Я. Соколов. Я. Я. Колин. Здесь. Сопрекин. Здесь. Поминных врускающих. Второй звёзд. Щипов. Я. Матвевич. Морозов. Клотмана. Ручин. Ручина. Панчин. Все. Трифи. все знаете где находится в каком районе, две дороги, ярослав, что вылечить и окружимая армию самое опасное участок, еще есть кладбище, чурилка, на которое тоже некоторые любители приземляют туда спешить не надо, туда никто не опоздал спасибо, если вас выбросит, парит куда вас ветер встает, управляйте все по разу, все не управляем, может тянуть лево, может тянуть вправо то есть с кольжением куда-то уходите здесь я здесь, справа я не в первом, я сидел, управляйте не в первом Вообще, попозже. Костя, а лавки взяли для охраны? Вот одна, вот вторая. Только лавочки надо туда поставить, ближе к выходу. Костя, куда поставить лучше? Вот туда. Уже начали. Вот эти... Василий, по городу. Подтяну. Сейчас весь. Пацаны всегда есть. Слонись вперед. Иди сюда. Пошел ты. Меньше шансов, что при открытии люди отсыскались. Не бойся, не бойся, еще наклонись. Череповец у нас куда-то? Куда-то. Выброска там, сюда должны прилететь. Опа, улыбаемся. Она с молодым человеком, Вася. Да, пофиг как. Вы-то что? Не там улыбайся. Не там улыбайся. Вася. Ну-ка разведите. Посмотри. На юниоре. Нормально. Попробуем. Второй, это... Так. Так лучше, что ли. Ты наебать человеку. Ну да, ну да, ну да. Один. Ну да. Второй. Требцы по ним больше. Теперь остальных. Я там передонул. У меня, у меня, у меня, у меня. У меня у меня, у меня, у меня. Сейчас этот подъем. Это говорит о том, что тело у кого есть крючки, а не приятные. А не приятные. Смотрите по локе. Затем приняли пять люверов, вдруг там, в команде, в первую очередь, аварий, щепотный будет. Ну, маме и я. Корее всего, потом... Ну, так же но, вот так мы можем. А, да... Как нам он... Зборим, новую систему. Новую систему! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...